В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Поддержка многодетных семей, создание фонда капремонта, недоработки при реконструкции парка Зернова. Состоялся очередной заседание Думы. Новая история под занавес юбилейного сезона в Театре кукол-кузнечек прошла сдача спектакля. Ловись рыбка, большая и маленькая, 27 июня, день рыболовства. Далее расскажем обо всем подробно. Участие Саров в национальных проектах, поддержка многодетных семей, создание фонда капремонта в нашем городе, недоработки при реконструкции парка имени Зернова. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании Гордумы. Глава администрации Алексей Голубев представил доклад о работе за 2018 год. Свои оценки, предложения и замечания высказали депутаты, предприниматели и инициативные граждане. На заседании Городской думы в отчете о работе с 2018 год глава администрации рассказала об основных показателях социально-экономического развития Сарова. Речь шла об исполнении бюджета, демографической ситуации, уровне жизни населения, развитии предпринимательства, вводе нового жилья и многом другом. После выступления Алексея Голубева пришла очередь депутатов задавать ему свои вопросы. В частности, Вячеслав Боровский интересовался, когда будет расширен перекресток около пенсионного фонда. Первое обращение в администрацию от депутата поступили еще в 2016 году. Тогда не было проектной документации. Написал в 2017 году ответ, значит, проектную документацию получили, нужно пройти экспертизу. Написал в 2018 году, Владимир Николаевич Ельцов заверил, что все вопросы решены, будем делать. Однако опять что-то помешало. В итоге оказалось, что до 2019 года это была прерогатива управления капитального строительства, а сейчас вопросы введения департамента городского хозяйства. И главное, мне очень удивило написано, что департамент городского хозяйства направил запрос в управление капитального строительства, чтобы те предоставили проектную документацию. Такой у меня вопрос. Мы все-таки администрация в состоянии решить этот вопрос или нет? Если нет, так и скажите, что администрация не может решить этот вопрос. В этом году вся работа, по уверению главы администрации, должна быть сделана. Также народные избранники подняли вопрос о мотоциклистах, которые ездят ночью по городу и мешают жителям отдыхать. К тому же, быстрая езда представляет угрозу для жизни и здоровья самих ночных гонщиков. Мы встречаем на наших фонарных столбах венки. Тут проехал, там проехал. Ловить довольно сложно, потому что ездят быстро, без шлемов, особенно в ночное время, без номеров. Депутаты предложили изучить опыт Рыбинска, где в ночное время в городе движение мотоциклистов запрещено. Еще один вопрос касался создания фонда капитального ремонта в нашем городе. У нас ожидается приезд на следующую неделю представителей, руководителей фонда капитального ремонта. И мы с ними будем рассматривать разные варианты ускорения использования средств, которые накапливает город Саров в этом фонде, в интересах жителей, в интересах ремонта нашего фонда. Обсудили на заседании Думы контроль за внешним видом нашего города. Несколько лет назад в результате ДТП было разрушено крыльцо здания почты на улице Московской. До сих пор его никто не починил. Известно ли что-нибудь, когда Почта России будет восстанавливать это разрушенное полностью крыльцо? С Почтой России велась переписка и разговор о том, чтобы они перевели в порядок в течение этого года, как у них там это произошло, свое крыльцо. Они ссылались на недостаток финансирования. В итоге Почте был выписан штраф за ненадлежащее состояние здания. Работы должны выполнить в течение года. Более подробно об отчете главы администрации мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Юбилейный 70-й театральный сезон подошел к концу. Все запланированные в репертуаре спектакли отыграны, репетиции проведены. Под занавес сезона в театре «Кукол Кузнечик» прошла сдача нового спектакля. Его поставил режиссер из Красноярска Евгений Пермяков. Необычную и трогательную историю о Машеньке и Медведе смогут увидеть маленькие театралы и их родители. В счету на пенек съем, съем пирожок. Высоко сижу, далеко гляжу. Эти слова из известной русской народной сказки «Машенька и Медведь знает каждый». Добрые истории об озорной девочке и ее новом друге в следующем сезоне войдет в репертуар театра «Кукол Кузнечик». Режиссеру из Красноярска Евгению Пермякову удалось сделать спектакль, который будет интересен и юным зрителям, и их родителям. Искреннее и живое проживание эмоций возможно только в театре. Именно искренней, живой, доброй эмоцией можно как раз и заставить смотреть. Причем спектакль всегда любой, даже детский, должен быть интересен, в том числе и взрослым. Мы в ответе за тех, кого приручили. Реплика маленького принца из повести Экзюпери стала своеобразным эпиграфом к пьесе, по которой был поставлен спектакль «Машенька и Медведь». Знаменитые фразы из произведения великого французского писателя об ответственности и настоящей дружбе прошла лейтмотивом через всю историю. Добрые доверчивые медведи, веселые, рожеволосые девочки обрели свои образы и характеры благодаря актерам, которые в формате кукольного театра время от времени уходят на второй план, но от этого не теряют свои значимости. Кукла сама по себе не может жить, хотя мы и наделяем ее какими-то свойствами, но она сама по себе не может жить. Ее все равно ведет, одухотворяет актер. Я считаю, мне повезло, мне попались очень хорошие, квалифицированные исполнители, которые приняли мои идеи и в силу своего таланта их воплотили. Увидеть спектакль «Машенька и Медведь» на сцене театра «Кукол Кузнечик» можно будет в следующем сезоне. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Открытая регистрация на второй межрегиональный форум православной молодежи «Радость моя». Он пройдет с 29 июля по 1 августа на базе палаточного городка Свято-Троицкого и Серафим-Дивеевского монастыря. Форум станет площадкой для обсуждения, создания и реализации социально значимых образовательных патриотических молодежных инициатив. Для участия необходимо до 20 июля подать заявку, заполнив электронную гугл-форуму. Подробности в группе форума ВКонтакте. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ, в систему которого уходит Саровский физико-технический институт, вошел в пятерку лучших вузов страны. В рейтинге, который ежегодно составляет издание «Форбс», «Неомифи» занял четвертое место, обогнав МГУ имени Ломоносова. При составлении рейтинга эксперты учитывали качество образования, данное трудоустройство, а также процент выпускников, которые стали предпринимателями. Кроме того, в «Форбс» изучили биографии полутора тысяч представителей российской элиты, подавляющее большинство которых в свое время получили дипломы одного из первых 50 вузов рейтинга. Автомобилистов предупредили об изменениях. До конца июня будет перекрыто движение транспорта по территории стадиона Икар. Ограничение ввели в связи с празднованием Дня молодежи. Его, напомним, отплетят в субботу 29 июня. Праздник начнется в 15 часов. Завершится День молодежи большим концертом, хедлайнером которого станет гость из Москвы Никита Пресняков и его группа «Мультиверс». В Сарове работает горячая телефонная линия «Жизнь над пропастью». По номеру 99313 горожане могут получить консультации по вопросам профилактики психоактивных веществ, а также помощи гражданам, которые попали в зависимость от наркотиков. Горячая линия работает с 13 до 16 часов. На вопросы горожан отвечает педагог-психолог молодежного центра. У юных саровчан есть возможность попасть в Международный детский центр «Артек». На смену с 17 октября по 7 ноября приглашаются юноши, которые в сентябре этого года перейдут в пятый класс. Конкурсный отбор продлится до 22 июля. От участников требуется предоставить портфолио с указанием грамот, дипломов, наград и иных достижений. Более подробную информацию можно получить по телефону 99062. В отделе искусства детской библиотеки имени Пушкина прошло очередное занятие в рамках проекта «Ремесленное подворье». Ребята познакомились с историей традиционной народной куклы и своими руками попробовали смастерить оберег, который, как верили наши предки, мог защитить малыша от бед и несчастья. Подробности в следующем репортаже. Активная и любознательная Рита Борисова закончила первый класс. В долгожданные летние каникулы девочка проводит в мире занимательные литературы и полезных знаний. Каждое занятие не похоже на предыдущее, рассказывает Рита. За один день в библиотеке Пушкина ребята могут посетить увлекательную викторину, а потом заняться рукоделием и открыть для себя мир русской народной куклы. Мне тут нравится узнавать новое, потому что тут много кружевоплетения. В отделе искусства детской библиотеки имени Пушкина царит атмосфера творчества и фантазии. В этом году занятия в рамках проекта «Ремесленное подворье» посвящены истории народной куклы. Из простых и доступных материалов ребята своими руками мастерили оберег под названием «Зайчик на пальчик». Эта кукла оберегала малыша. Малыш играл с этим зайчиком на пальчике. В отделе искусства детской библиотеки место найдется всем. Сюда приходят и открывают для себя много нового даже те ребята, которые раньше не занимались прикладным творчеством. Главное, как считают библиотекари, это желание постоянно узнавать что-то новое и любовь к чтению. Это фантазию развивают очень хорошо, потому что там есть разные книги. Некоторые науку берут, там есть, если может быть, тут даже есть некоторые учебники. Мне нравится читать больше всего про фантастику. Я вот прочитала, когда первый раз взял, книжку «Тайны звездного странника». Ребята знакомятся с интересными страницами истории, развивают мелкую моторику, учатся усидчивости и вдумчивости. Юные читатели тщательно повторяют за взрослым все этапы создания народной куклы. И через некоторое время на свет появляются те самые обереги, которые много лет назад защищали маленьких детей и имели магическую силу. Самое главное, что наш отдел проповедует и несет нашим читателям, это развитие творческих способностей детей. Через книгу, через вот такие ремесленные подворья. Самое главное, что детям это интересно, они приходят с горящими глазами. И мы видим, что с каждым разом все больше и больше читателей к нам приходят. Занятия в рамках проекта «Ремесленные подворья» проходят каждую среду в три часа дня в библиотеке имени Пушкина. Там же все желающие могут освоить навыки кружевоплетения. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 27 июня – Всемирный день рыболовства. Его не случайно отмечают летом. Это время отлично подходит для того, чтобы выбраться на реку и спокойно посидеть на берегу с удочкой. Рыбалка стирает возрастные, социальные и национальные различия. Она доступна всем – молодым и пожилым, руководителям компаний, рабочим, одиноким людям и любителям больших компаний. Главное здесь – терпение и смекалка. Максим Ведищев увлекся рыбалкой еще в детстве. Рыбачить начинал на озере Боровом. Сейчас предпочитает выезжать за город. Однако и в черте Сарова есть привлекательные для ловли водоемы. На протяжке раньше рыбачил окунь, было много. Сейчас, конечно, замор был. На Филипповке тоже. Особенно на второй раньше клевал хорошо окунь и карась. Это в последнее время что-то там маловато стала рыба. Но окунь еще остался. Как и у всякого рыболова, у Максима есть запас интересной истории, которые происходили с ним на рыбалке. Однажды на его приманку клюнула черепаха, а одну рыбу он поймал необычным способом. У меня был только карп на 11-200. И то я его поймал в Илеве, но, правда, поймал его за хвост. Это был тоже необычный случай, когда я его подцепил. Я думал, что он клюнул, но потом, когда стал принимать уже подсачника, у меня народ стал принимать, уже вижу, что хвост впереди, а голова позади. Тем, кто только открывает для себя прелести ловли рыбы, Максим советует обратиться за информацией в интернет. Также советом помогут и рыбаки со стажем. Если приходит человек, он всегда спрашивает, как, чего ловит, подскажешь. Если прикормку замесить, прикормку, если на хищник, какие блесны лучше. Все спрашивают, какая проводка. Всем расскажешь, все понимают и без проблем. Сейчас Максим больше ориентирован на спортивное рыболовство и участие в соревнованиях по рыбной ловле. Такие состязания проходят и в Сарове. Попробовать в них свои силы могут все желающие. Подробности в группе Федерации рыболовного спорта Сарова ВКонтакте. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Вот уже несколько лет подряд с наступлением летних каникул в нашем городе успешно реализуется проект «Дворовая практика». На площадках в стадионах проходят развлекательные и спортивные мероприятия для жителей ближайших микрорайонов. В рамках программы «Дворы Сарова» на стадионе 13-й школы провели большой спортивный праздник. Футбол, баскетбол, бадминтон. В рамках областного проекта «Дворовая практика» на стадионе 13-й школы работали сразу несколько спортивных площадок. Организаторы дали возможность проявить себя как опытным спортсменам, так и тем, кто только начал осваивать новое для себя направление. Сегодня у нас проходит итоговое мероприятие июня месяца. Сегодня ребята, которые пришли сюда к нам на дворовую площадку, играют в футбол и в стритбол. Вы видите, что ребята разного возраста. И хотя проект наш рассчитан на подростков, маленьких мы тоже, конечно, приглашаем и приучаем проводить лето не просто во дворе, а именно на дворовой площадке заниматься какими-то полезными делами. Юный вратарь дворовой команды «Зенит» Роман Кожевников всеми силами помогал своей команде. Он занимается тактическим троеборем, но в этот раз решил попробовать свои силы в футболе. Игра Рома увлекла, и спортсмен намерен обязательно вернуться на дворовую площадку. Впечатления были хорошие. Матч понравился, проиграли, но есть победители, есть проигравшие всегда. На баскетбольной площадке ребята постарше выясняли, кто сильнее в стритболе. Виктория Чукрина занимается футбольной секцией, а сюда приходят, чтобы весело использовать и провести свободное время. Мы здесь играем в футбол, в стритбол, в бадминтон. Очень весело здесь. Каждый раз, когда я выхожу гулять, прихожу сюда. Проект «Дворовая практика» проводится в нашем городе не первый год. Кроме спортивных, работают социально-педагогические площадки, где подростки планируют и реализуют интересные идеи. Проект «Дворовая практика» работает на площадках города в течение всего лета. Продолжение следует...